Всем привет, меня зовут Юра, мне 24, и я видеомонтажер. Всем добрый день, меня зовут Александр, моя фамилия Олейник, я хоккейный комментатор, иногда комментирую теннис и еще какие-нибудь виды спорта. Ну, судя по прическе, можно было догадаться, но мне 35. Я родился в Шемкенте, учился в 29-й, в 4-й и в 15-й школе, мне нравилась история, в принципе, во всех моих школах, у меня были хорошие учителя, они очень интересно рассказывали, но опять же, я ее не учил дословно, потому что мне хватало просто на перемене открыть, прочесть и тут же пересказать, поэтому оценки у меня были хорошие. Школа 35-я, город Астана, район Слободка, закончил в 2003 году. Мой любимый предмет был, наверное, я бы выделил, что это была география. Один из, наверное, на втором месте я бы поставил историю, но с учетом того, что я закончил школу в 2003 году, поэтому я не буду говорить, что историю, поэтому скажу физкультура и труды. Хобби как такового, наверное, нет. Чуть-чуть коллекционирую шайбы с разных матчей. Меня спасало в гуманитарии школе то, что у меня очень хорошая память, я мог прочесть один параграф, запомнить его и тут же пересказать практически дословно. Это меня и вытянуло. Вот, если сейчас что-то вспоминать, это будет очень сложно. Окей, ну я готов. Хорошо. Окей. Попробуем. Бірінші тур. Блиц. Он сұрақ. Жауапны сқалары жоқ. Эрбір дұрыс жауап үшін бір бал. Олимпиада ойындарында Казахстан құрамасы жеті алтын, бір күміз, без қола медаль алып, жалп есепте 12-шы орынға ие бұлды. Оу, это вопрос. Но, скорее всего, это Лондон, 2012 года. А, в 2016 году в Сочи, значит, в 2012 году, скорее всего. Казахстанцы показали очень хорош результат, насколько я помню. И олимпийские игры, и все целиком, полностью смотрел. Единственное, что пропустил, но посмотрел повторю, это золото Александра Винокурова, который, ну, такое было исторически классное. А, в Лондоне. А, в Лондоне были олимпийские игры? А я вот не слежу просто за этим, поэтому не могу точно сказать. Ну, давайте предположу, что это Алтын Адам, золотой человек. Ну, скорее всего, золотой человек. Это гордость наша, Алтын Адам, Алпамыс, все дела. Вот не вспомню сейчас точно. Хранится, по-моему, в Национальном музее, да, если не ошибаюсь. По-моему, любой жилащий может посмотреть, но вживую не видел, только в учебниках истории картинки смотрел. Вот тут главное правильно сформулировать ответ. Потому что я знаю, что он был из правящих семей, только вот конкретный его титул я не помню. Но, скорее всего, это был сын правитель. Ну, и по-стандартам, наверное, старший жуст, там, Аксюек, как-то так это все. Правящая семья. Конечно же, я знаю. Вот обидно, когда знаешь, в голове крутится и не можешь сказать. Кош Карбаев. Я знал это. Я когда-то это знал. Я прям точно помню. Но не помню сейчас помню. Я вообще даже не вспомню. Бутерсынов? Я не знаю. Нет, я не знаю. Не вспомню. Не вспомню. Я помню, что русский поднял над самим Рейстагом, а этот в окно высунул. Флаг. Первый. Это я факт помню. А, Кош Карбаев. Вон, ну, ну, теперь будем знать. Казақ Алиппийның негізін салған күн? Вот это я точно не скажу. Абай Кунанбаев, нет? Ибраил Турцарин? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Нет, точно не скажу. Блин, не вспомню. Ну, скорее всего, Бутерсынов. Ахмед Бутерсынов. Вроде бы, да? Насколько аппал. Все, понятно. Ахмед Бутерсынов. Каш Карбаев. Сапар шеккен Казақ ғылымы? Хочется сказать, Шакан Валиханов. Это он? Блин, ну, хоть здесь попал. Семенов Тенчанский единственное, кого я знаю. Я не знаю, серьезный ребят. А, Валиханов? Шакан Валиханов. Казақ халқы жорыққа шыққанда алып шығатын аспап түрі. Ахахаха. Вот тут не скажу. Либо добра, либо кубыс. А че, еще есть какие-то инструменты? В инструментах точно не. Ой, я вообще первый раз такое слышал. Казақтардың нанымы бойынша, отбас мен балалардың қорғаушысы кім? Защитникам семьи, да? Тай-дэ-эм. Мама. Ну, скорее всего. Скорее всего, если типа семья, дети, наверное, все-таки мать женщина. Казақстан Республикасының президенті Қасым Жомар Токаевтың соңғы жолдауы Қашан болды. так 2020 год а когда же это было 1 1 сентября ну сентября наверно вот это было как раз начало сентября ну давай возьмем числа там не знаю с 1 по 5 где-то в том районе не слушал ни одного послания не за а точно знаю про том что если я не ошибаюсь что спорт должен с госбюджета по-моему вот убрать в общем финансирование и жиром ажасында олимпиада чемпиону болган казахстандык боксер по моему серик сапиев это единственный боксер которого я знаю бигзат сатарханов ты вообще первый раз он был одним из самых молодых олимпийских чемпионов плюс если не ошибаюсь он по моему завоевал приз баркера крутое звание крутой кубок это дается самому техничному и самому лучшему боксеру и екенши тур он сырак түрт шауап нысқасы бриу дрос жау гершілік заманда ел жылдан аста муақыт казак колым бастаған батыр двоих точно знаю наверно вот если выбирать из четырех я бы наверно остановился на б и в варианте это такие самые наверное известны давайте так сделаю сделаю в пользу того что я живу по соседству с этой улице с этой проспекту бигинбай батыр наверное все таки бигинбай да бигинбай батыр это будет мой ответ 1845 жылы казақ жеріндегі басқару жүйесіндегі өзгеріз так 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 ну давайте попробуем давайте б варианты 1 чо у нас распад ну давай попробуем его пальцем в неба конечно рандолу пау нчо бы нет но польчу деже семизет бір мұн сеге жүрі жүрі жеті бір мұн сеге жүрі жетінші жылдары казақстанда айдауда болған украин ахыны надо пушкин вряд ли был украинским поэтам он больше наверно афроамериканским относился вот но тут без сомнения конечно же порт имени шевченко тарас шевченко ну шевченко скорее всего да улица как всегда улицы в принципе у нас вся вся история можно все истории можно написать по улицам и кмымыщен шашылка казахстан давайте выберу последний таможенный союз нет все варианты это ну скорее всего да так должна карта двадцать тридцать там продвижение не на казах хандыгымен алгашка достық карымгат нас орнат хан ель тогда могу листа ну давайте это да его выверим с китаем я чуть вообще не помню чтобы казахи на то время дружили они там вроде воевали лично ну давай пусть будет могулистан а мне почему-то казалось что он чуть чуть раньше распался чем образовалось казахское ханство по-моему но судя по ответу видимо нет не не раньше шынгыз ханның керейлерді басып алған жылы 195 рано но остает 1203 тада получайся наверное 1245 не знаю дата понравилась я не знаю честно 1203 я на 30 лет ошибся на 32 года бэль манту жирма бэр манту жутызыншы жылдары алғашқы жуғару оқу орындары ашлыған кала но по-моему алмата уже стала столицей поэтому наверное вот этот варианты выбер ну в принципе по объему мы можем взять алмату довольно огромный город это неспроста очень большой город пусть пусть будет алмата хотя в принципе пусть остается алмата ну вот войнат самый древний университет ну наверное что-нибудь гуманитарное вот это не скажу точно наверное альфа-раби там что нет нет вот либо 72-й либо 89-й или может быть раньше ну а 60-й посмотрим попробуем 1-й наверное слишком рано 89-й год наверное это уже поздно вот почему-то 4-й меня к нему тянет но 60-й такой бум да промышленный ну давайте опять бэ выберу я бэ на бэ угадываю сегодня потому что 49-м там после после военное время не кажется было не до открытия нефтанных месторождений там восстанавливались в целом казахсызы хандай мак набереды ну можно было наверное выбрать первый и третий вариант я выберу 4 нет скорее всего наверное все-таки просто свободный казахи типа свободный первый вариант потому что качевники это ломаты в принципе поэтому казах это свободно казах хандыга кайзлы жойл да хоть сказать 91 но это слишком упразднено было но тогда давайте четвертый вариант по-моему 65-й и ладно возьмем 47-й 3-й тур фото сырақтар әрбір дұрыс шауап ишын 2 бал суреттегі тулға кім знакомая личность но сказать фамилия точно не возьмем ого ну судя по пиджачку и по-моему медалька у него какая-то висит это уже времена ссср а если не ошибаюсь у него по моему похож да на значок герой советского союза или я ошибаюсь кто то есть ну кто то из партии усы такие прям типичные казахские на тот момент я даже не знаю так 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 нет не вспомню точно не вспомню ну нет я не знаю серьезно мна скульптура кайдаурна ласкан так но это что-то похоже возле одной из гостиниц и да я так понимаю о это я знаю это по-моему возле ритц карлтона талантаус это львы возле мариот интересно там есть вывеска к этому пояснению но не знаю больше напоминает что когда смотришь в зеркало и отражение свое видишь то есть рядом будет все москва ну тауэр какая-нибудь да ну точно не знаю не не скажу маной эскерт кыш комдир горналган так ну такой прям сильный скорее всего каким-то политическим репрессиям либо голоду ну насколько я помню что вот в начале строения Советского Союза был период когда страны в принципе все голодали очень сильно может быть это жертвам голодомора как вариант да прям точно не скажу но скорее всего это вот жертвам именно голода это по-моему в тридцатых если не ошибаюсь ахмед и Сауи в Туркестане я кстати был там был еще совсем маленьким мне было по-моему 10 или 12 лет мы туда ездили в Туркестан ну поскольку вы помните я в Шемкенте вырос туда как бы недалеко съездить прикольно все было очень круто помпезно но я так ничего и не понял чего мне не понравилось это внутри казан огромный у них там стоит ахмед и Сауи Туркестан картина на автора Кэм живопись скорее всего здесь вообще на картине изображено Транссип или что-то такое но это Турксип скорее всего скорее всего Костеев ну у нас я помню в Шемкенте у нас есть этот как его Худышный Академия имени Костеева а кто автор не не скажу точно сегодня Александр и Юрий тень нэтиже көрсетп 16 пайдан жинады сегодня мы Александр Алейник и Юрий Чувашов Коттықтаймыз біздің көшпашылар сіздердің алдыңызда 1-й орында Айнар Абайжан блин ну прикольно на самом деле ты на самом деле стимулируешь потом от тебя знаешь немножко развиваться в целом ну что во-первых сам проект да сам квиз очень интересен любознателен какие-то вещи для себя я новые открыл это приятно какие-то освежил приятно что какие-то моменты я еще помню и что-то могу ответить на них вообще в принципе надо знать историю ну то есть тем более ты живешь как бы в этой стране и как минимум вот эти вещи стыдно не знать я себя прям очень сильно чувствовал очень не обученным человеком неграмотным если бы я ставил себе оценку по истории я бы наверное поставил 3 а мой учитель надеюсь по истории Талгат Булатович не посмотрит это классно ну да на самом деле сложно потому что я пытался вспомнить те вещи которые я не видел там со школы то есть ну потому что мы о них не говорим ну как-то не используется нигде эта информация где-то может откладывать на затворках сознания либо вообще в принципе выбивается ну что нужно сказать да во-первых как поется в одной композиции не забывай свои корни а корни это наверное в какой-то степени и наша с вами история историю нужно знать обязательно историю нужно гордиться историю нужно рассказывать и с ней нужно обязательно делиться и погружаться не забывайте изучать вспоминать освежать в своей голове какие-то интересные факты и конечно же смотрите этот интересный исторический квиз всем большое спасибо до новых встреч мне было очень приятно участвуйте всем пока сизбен бірге болган и хистерий сайтынын интеллектуалдық ойны департамент департамент Продолжение следует...